Привет всем любителям физики и физических экспериментов. С вами Андрей Щетников на канале Гетокласс и мы продолжаем наши разговоры про гидродинамику. Я читаю комментарии к предыдущим роликам, но и вижу, что то, что любому выпускнику физфака и даже студенту кажется очевидным, ну, все-таки требуется иногда пояснять, хотя кажется, что это не требовало пояснений. В частности, люди говорят, а что это за такая не сжимаемая жидкость, о которой вы говорите? Разве бывают такие жидкости? Ведь кажется, что тогда ее даже через сопло не удастся сужающейся пропихнуть. Она здесь сострянет, ну и здесь, конечно, имеет место путаница, потому что жидкость, ну, как, так сказать, и по школьному определению, прежде всего это такое состояние вещества, которое может менять свою форму. А не сжимаемая жидкость, она может менять свою форму, прилимать любую форму сосуда, куда ее нальют, но не меняет при этом своего объема. Вот такая идеализация. Ну, я вот тут налил в грелку из нашего из винтаря воды до краев, закрутил пробкой. Я теперь могу эту грелку повсячески мять, насколько это возможно. Ну, вода внутри грелки, она меняет свою форму, но практически не меняет своего объема. И такая вода, конечно, и через сопло пройдет. Просто как бы тот элемент воды, который имел здесь большой диаметр и небольшую длину, проходя через сопло этот элемент, он удлинится, но уменьшит свой диаметр, но сохранит свой объем при этом. Вот такая идеализация, это важная идеализация. Ну, воду, обычную воду, ну, в большинстве случаев можно считать не сжимаемой жидкостью, потому что она крайне слабо сжимаема. Чтобы она вот несколько уже заметно изменила свой объем, нужны очень большие давления. Ну, а в большинстве случаев всем этим можно, изменениями объема уж точно можно пренебречь. И говорить о воде как не сжимаемой жидкости. Ну, что касается газов, там ситуация, конечно, другая, газы сжимаемы, но тем не менее газовые потоки, когда их характерные скорости, малы по сравнению со скоростью звука. Ну, тоже можно в первом приближении газ считать не сжимаемым. С такой моделью физики и работают, а там, где нужно, эта модель, она уточняется в той мере, в которой это необходимо. Об идеализации не сжимаемости мы с вами поговорили. Теперь вторая важная идеализация, идеализация невязкой жидкости. Ну, вот тут у меня на столе стоят три бутыли. Первая вода, я могу так свободно поболтать. Во второй подсолнечное масло, поболтать тоже можно, но мы знаем, что масло, оно медленнее стекает со стенок. А в третьей бутылке шампунь, ну, с ним уже так не поступишь, он не будет летать по бутыли. Ну, и шампунь, эта жидкость существенно вязкая, более того, не просто вязкая, а не ньютоновская вязкая жидкость. Но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. И тем не менее, все три жидкости, они обладают некоторой вязкостью, вот так по нарастающей. Есть ситуации, в которых на воду надо смотреть, как на существенно вязкую жидкость, когда она течет по тонким трубкам, близким капиллярам, или когда мы ее проталкиваем опять-таки между двумя параллельными поверхностями, с небольшой щелью между ними. Ну, все-таки в большинстве ситуаций вода, мы можем на нее смотреть, как на невязкую жидкость. Правда, здесь есть всякие тонкости, потому что как бы малая, но вязкость воды, она все равно будет сказываться. Ну, и об этом мы сейчас поговорим. Ну, как бы я даже не про воду бы говорил в этой ситуации, а говорил бы скорее про воздух в ситуации обтекания того или иного тела воздушным ламинарным потоком. Да, все бы было хорошо, только эта модель невязкой жидкости, ну, даже, кстати, не очень важно, сжимаемая, не сжимаемая, она же чревата всякими странностями. Ну, и я вот здесь изобразил, как происходит обтекание шара или там цилиндра. В такой модели картинка линий тока, стационарное обтекание, картинка линий тока такова, что как бы вот справа налево и слева направо, мы даже не скажем, откуда жидкость течет, все симметрично, не только относительно горизонтальной оси, но и относительно вертикальной. Ну, давайте оно у меня будет течь в этом направлении. Ну, и тут оказывается, и это утверждение было еще в 18 веке доказано Даламбером, оно и носит название парадокса Даламбера, что при обтекании вот таком, как сказать, еще безвихревое надо слово добавить, но опять не буду вдаваться в детали, препятствия, кстати, даже не обязательно симметричного любого препятствия, но стационарным потоком вот этой самой абсолютно невязкой жидкости. Сила сопротивления будет в точности равна нулю. Это математическая теорема. То есть в ту сторону ничто не будет толкать, не будет набегающий там воздух в этой модели. Ну, и если несимметричная картинка, то и поперечные компоненты подъемной силы, кстати говоря, тоже не будет. Вот такое удивительное утверждение, математически строго доказанное. И чтобы сила сопротивления появилась, и чтобы подъемная сила с несимметричным профилем появилась, обязательно нужно в модель добавлять вязкость. Вот это было установлено еще достаточно давно. Но проблема в том, что решение уравнений на Вьестокса, которые уже вязкость учитывают, оно чрезвычайно сложное во многих ситуациях. Там как раз одна из этих самых задач, скольки-то там, за которые назначена миллионная премия, это про точное решение уравнений на Вьестокса. Но, по-видимому, никакого точного решения не существует. Так что и эту премию, я так понимаю, никто никогда не получит. Ну, а в реальности, в реальности, у нас, если поток течет в эту сторону, и течет достаточно быстро, то сзади происходит срыв потока, возникает такая зона вихревая. Ну, и какая будет эта вихревая зона, зависит от того, каковы скорости, характерные размеры, вязкости. Ну, в общем, опять-таки, здесь нужно по числу рейнольца говорить. Оставим это для отдельного ролика. Ну, по сути, чем быстрее поток набегает, тем эта вихревая зона, как бы вот в ней сначала большие вихри начинают срываться, потом эти вихри становятся мелкими-мелкими, ну, и потом такая, как бы вот, мелкая турбулентность там дальше, турбулентный такой след остается. Ну, и вот это реальное обтекание, ну, и в ординамике приходится учитывать эти факторы, даже не только для, вот, понятно, что для шара у нас здесь есть причина сорваться, но даже для очень обтекаемых профилей. Все равно там на задней кромке происходит нечто такое, что приходится учитывать. И тем не менее, несмотря на все эти парадоксы, я должен подчеркнуть, что модель несжимаемой невязкой жидкости является базой всей гидродинамики. Мы начинаем с нее, потом, где возможно, делаем уточнение, ну, где она совсем не работает, приходится переходить к принципиально другим моделям. Ну, а сейчас мы посмотрим ролик, который записал на днях наш коллега и подписчик канала с никнеймом, давайте латынью скажу, YTRV, и ссылочка есть под нашим роликом, в котором показано, как вот эта самая идеальная, несжимаемая, невязкая жидкость течет по U-образному колену, о котором мы с вами уже так много говорили. И вот эта визуализация, и на ней видно все, о чем я уже так много говорил. И то, что жидкость на внешнем обводе замедляется по сравнению со средней скоростью течения, на внутреннем обводе наоборот ускоряется, и видно распределение давлений, среднее зеленое, на внутреннем обводе сдвинута в сторону синего, это область пониженного давления, на внешнем, сдвинута в сторону красного, это область повышенного давления. Прекрасно видно, что те частицы, которые одновременно входят в колено, совсем не одновременно из него выходят, можете даже приглядеться, насколько частица, идущая по внутреннему обводу, опережает частицу, идущую по внешнему, даже гораздо больше, чем я рисовал в предыдущем ролике. Теперь я думаю, что на сегодня я сказал уже достаточно, чтобы это можно было усвоить. И еще подумал сегодня, что мы, наверное, таки сделаем реальный опыт сообразной трубой. Возьмем вот такую трубу канализационную, разрежем ее пополам, возьмем колено разворотное, ну, у меня сейчас его нет еще, такого переходника куплю, на входе поставим ламиноризатор, значит, трубочек таких мелких, чтобы через них можно было воздух продувать, и поток был более ровным, ну, правда, вот тут у нас на стыках будут еще проблемы, но, тем не менее, я ожидаю, значит, а дальше мы подставим на этой, на этом повороте сделаем две маленьких дырочки и вставим два выхода в два манометра, ну, и посмотрим, какие давления с одной стороны и с другой. Я откровенно ожидаю, что давление на внешнем обводе будет больше. Ну, поживем и видим, посмотрим. А сейчас спасибо вам за внимание, пишите свои комментарии, не бросайтесь спорить сразу, вот так сходу я обращаюсь к спорщикам. Ну, вот честно я знаю, в этой области сильно больше большинства зрителей, а тех, кто со мной на одном уровне, я их сразу вычисляю, ну, как бы мы друг друга, конечно, видим, но таких людей очень-очень-очень здесь немного. Так что лучше подумайте еще раз о том, что мы здесь вам говорим, что пытаемся донести. А сейчас спасибо вам за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok